Пандемия, коронавирус, самоизоляция – эти слова уже на протяжении более четырех месяцев стали главными в нашем обиходе. Именно это явление COVID-19 изменило жизнь всех нас, коренным образом повлияв и на бизнес-сегмент, больно ударив по ресторанному и туристическому бизнесу, транспортной сфере, по людям, торгующим на рынках, по салонам красоты и спортивным залам. Причина, понятно, последствия, можно сказать, для большинства печальные. Леонида Скакуна, индивидуального предпринимателя, занимающегося ремонтом телевизионной техники, сияучись не обошла стороной. Клиентов нет, как следствие, денег тоже. Сложно у всех, сложно и у нас, и у меня, и мы в виде деятельности. Ну, связано с множими факторами. Мы пытаемся как-то держаться на плаву, что называется. Вот для таких индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога, 143-й указ, предполагающий уменьшение ставок этого налога во втором и третьем кварталах 2020-го, ко времени и к месту. Иначе не выкрутится. Настоящее решение распространяет свои действия на отношения, возникшие с 1 апреля текущего года. Обращаем внимание, что для расчета 40-кратной суммы единого налога индивидуальному предпринимателю необходимо применить ставки, которые действовали до вступления данного решения. Я думаю, что они должны принести пользу. Если они разработаны, значит, они разработаны для нас. В Бресте большое количество индивидуальных предпринимателей и других физических лиц – плательщики единого налога. Так вот, согласно, опять же, указу 143-му о поддержке экономики, они вправе перейти на иные режимы налогообложения, даже если уплатили единый налог. Что это значит? Это значит, что плательщик единого налога подает в налоговые органы соответствующие нам уведомления, где он сообщает о смене системы налогообложения. Для тех, кто решил перейти на упрощенную систему налогообложения, плательщики подают в соответствующей форме уведомления для упрощенной системы налогообложения. Для общей системы налогообложения подается заявление в свободной форме. Индивидуальный предприниматель выбрал иной порядок налогообложения. Каким должен быть алгоритм дальнейших действий? Необходимо подать уточняющие декларации за соответствующие периоды, то есть за второй квартал текущего года. Если налог был уплачен единый в апреле и в мае, то, соответственно, сделать корректировочные записи и применить соответствующий коэффициент 2. И, соответственно, заполнить приложение, которое подтверждает право льготы, то есть указать применение льготы по указу президента номер 143. 143 указ призван поддержать прежде всего малый бизнес, самый уязвимый сегмент экономики. Да, снижение ставок в два раза для ИП – это тяжело для регионального бюджета. Но на Брещене власти пошли на это, понимая всю сложность периода. Ведь все проходит, уйдет и пандемия, а люди продолжат развивать свой маленький бизнес. И кто от этого выиграет, наверное, покажет время.